Спорт, в котором нет слабым духа и победителем выходит только один. Этим спортом занимается с древней эпохи и у него миллионы поклонников. Ведь спорта, в котором россиянин Александр Карелин был признан величайшим спортсменом за всю эпоху. Это все греко-римская борьба. Здравствуйте, это программа Спорт 100 и я ее ведущий Андрей Калавангин. О том, как развивается греко-римская борьба на территории нашего региона и есть ли перспективы у этого спорта в дальнейшем, расскажет фанат своего дела, тренер-преподаватель греко-римской борьбы, в детско-южеском центре лидер Геворг Петросян. Геворг, здравствуйте. Здравствуйте. Геворг, скажите, пожалуйста, вот греко-римская борьба на территории нашего региона. Как давно существует этот вид спорта и уже, может быть, какие результаты есть? Ну, я бы хотел сказать, что я работаю в округе с 2010 года, с февраля месяца. Я, по сегодняшний день, являюсь тренером джет-лидер. И в секте греко-римской борьбой занимаются более 50 человек детей в четырех группах. На сегодняшний день достигнуты результаты следующие. Мы имеем присвоенных разряда кандидата мастера спорта 12 человек. Мы имеем двух студентов, которые на сегодняшний день учатся в университете Лейзги в Санкт-Петербурге. Это будущие молодые специалисты. Это Ханов Магомед, который вот в этом году заканчивает университет. И второй у нас Хатанзейский Алексей с поселка Усть-Кара, что вот буквально год назад перевелся на заочную форму обучения. И на сегодняшний день работает в поселке Красном тренером. Тоже вот поднимаем борьбу, тоже в поселке Красном. Дети с удовольствием ходят тренируются. Ну, как бы вот так вот. Георг, я знаю, что вы недавно вернулись со всем соревнований. И уже вам есть чем похвастаться тоже выступлением на них. Что это были за соревнования и где они проходили? Ну, вы знаете, в пользу случаям я хотел бы, конечно, поблагодарить нашего губернатора Игоря Викторовича Кошина, нефтяную компанию «Башнефть» за оказанную помощь материальную для выезда на эти соревнования. Вы совершенно правильно вопрос задавали. Соревнования эти проходили в городе Советске, в Калининградской области. Это официальное соревнование первенства Северо-Западного федерального округа среди младших юношей. Сразу хочу подчеркнуть, что у нас Северо-Западный федеральный округ проходит в четырех возрастных группах. Это младшие юноши, юноша, юниора и, соответственно, чемпионат взрослые мужики. Вот мы вылетали в город Советск, где участвовали наши спортсмены-дюс-лидеры с нашего округа. Возили мы пятерых спортсменов, из которых двое, ну, к сожалению, уже в финале. Это Ордеев Александр весовой категории до 32 килограммов и Кочетков Максим весовой категории до 35 килограммов, где, к сожалению, финальную схватку за первое место оба спортсмена проиграли. Хотел бы подчеркнуть особенно Ордеева Александра. Почему? Потому что спортсмен ввел схватку, выигрывал, выигрывал, и в последних трех секундах, ну, как бы получилось так, что мы проиграли. Как тренер причина, как я уже многократно говорил про это, причина только то, что спортсмена, если сказать на спортивном языке, они не откатаны. То есть в обязательном порядке перед такими уж официальными соревнованиями, где делается отбор на участие первенства в России, необходимы, конечно, сбора. Необходима сбора, хотя бы недельная сбора, чтобы перед соревнованием мы могли спортсменов откатать. Почему? Потому что здесь вот спортсмен, достигнувший уже этого уровня, ему же здесь уже не с кем работать. И, соответственно, нужны спарринги, нужны спарринги с хорошими спортсменами, гораздо сильнее их, нужны спарринги в специализированных базах, где базируется сильная спортсмена. И тогда я более чем уверен, и у нас будет победитель северо-западного федерального округа. И хотел бы еще вот как раз к этому же вопросу добавить то, что ведь выход на Россию получает только победитель северо-западного федерального округа. То есть спортсмен, занявший даже второе место, он уже не получает вызов для участия первенства северо-западного федерального округа. Вот, Георг, давайте порассуждаем. Сейчас у нас наступает 2016 год, да, а вы тренируетесь с 2010 года. Вот как вам удалось таких результатов уже достигнуть вот с такой короткий промежуток времени? Вот, может, какой-то секрет есть в этом? Нет, секретов никаких нет, абсолютно. Я делаю свою работу, я считаю, делаю свою работу на высшем уровне. У нас великолепная база, имея в виду спортивный комплекс, где непосредственно мы работаем. Созданы все условия, прекрасные условия для тренировки. Опять же вернусь к тому, что, и притом это, знаете, во всех возрастных группах мы имеем призера северо-западного округа федерального. Что по младшим юношам, что по юношам, что по юниорам, что по чемпионату. Везде у нас вот именно доходим до финальной схватки и почему-то проигрываем. Опять же, возвращаясь к тому, что нету обязательно пересоревновательной сборы нужно, хотя бы там на неделю. Тогда, более чем я уверен, у нас тоже будут победители. А по поводу результатов, как мной уже было сказано, что на сегодняшний день мы имеем 12 кандидатов-мастеров спорта. А это без пяти минут мастера спорта. Но, к сожалению, вот так вот. Необходимо, конечно, побольше сборов. Тогда у нас будут соответствующие результаты хорошие. Георг, вот Всероссийская школа греко-римской борьбы, она очень сильная. Это бесспорно. Вот касательно нашего региона. Все-таки принято считать и бытует мнение, что греко-римской борьбой занимается и показывает высокие результаты ребят, у которых есть горячая кавказская кровь. То есть как у наших ребят и земляков проходят результаты? Ну, я бы так, конечно... Да, в Кавказе очень развита борьба. Это спорт номер один, соответственно. А я бы не сказал бы так. Почему? Потому что у нас есть довольно серьезные округа. О чем мы сейчас, вот, начало нашего передачи подчеркнули. Александр Карелин, это спортсмен 20-го века, легенда 20-го века. А он Сибирского федерального округа. У нас развита Красноярский округ, Сибирский округ. У нас развита Привольско-Уральский округа там. Ведь смотрите, вот как раз вы задаете такие вопросы. Знаете, вот я уже как говорил, что выход на Россию, Северо-Западного и Федерального округа, да, только получает право на участие первенства России или чемпионате России, да, только победитель Северо-Западного округа. То есть выходит только первый номер. А вот те регионы, где более как бы развита, да, и взять СКФО, Северо-Кавказский федеральный округ, да, там выход на Россию первая четверка. Вот представляете, Южно-Федеральный округ тоже первая четверка, Сибирский округ первая тройка, Уральский округ тоже первая тройка. Но, к сожалению, у нас Северо-Запад, ну, наверное, можно сказать так, что по этому виду спорта просто гораздо слабее, чем мной были названы другие регионы. Поэтому у нас только получает победитель Северо-Западного федерального округа путевку для права участия на первенство Российской Федерации. Ближайшие планы, какие вот соревнования планируются в этом году, может быть, в этом сезоне, до конца учебного года, да, я имею в виду? И вот какие результаты вы планируете еще достигнуть? Ну, ближайшие соревнования у нас, самые ближайшие, это мы 19 декабря, вот у нас будет здесь, внутри нашего округа будет турнир, уже второй открытый турнир, посвященный профессиональному празднику МЧС России, который состоится уже 19 декабря. А если имеем в виду речь о официальных соревнованиях, то ближайшие соревнования будут в феврале месяце, это в городе Мурманске, также отборочное на участие в России, на попадание права участия на первенство России, это Мурманск среди юношей, 98-99 года рождения. Потом в марте месяце, опять же, в Калининграде будет первенство Северо-Западной федеральной округа, уже в другой возрастной группе, это юниора, 97-98 года рождения. И в апреле месяце в городе Архангельске это чемпионат уже Северо-Западной федерального округа, где будут выступать уже спортсмены, ну, взрослые. У нас тоже есть взрослые спортсмены, есть взрослые спортсмены, которые уже в прошлом году участвовали, тоже, к сожалению, проиграли за первые места. Это Кудривец Кирилл, кандидат в мастера спорта, это Варламов Евгений там. Ну, опять же, все заключается в том, что необходимо, обязательно, обязательно необходимо перед вот этими официальными соревнованиями, о чем я сейчас говорил, необходимы сборы. Необходимы сборы, потому что нам здесь не с кем работать. Георг, спасибо вам за интереснейшую беседу. Мы, конечно же, желаем вам успехов в вашем виде спорта и вашим спортсменам достижений. На этом все. Это была программа «Спорт 100». Я ее ведущий Андрей Калавангин. Занимайте спортом и болейте только спортом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова